Всем привет! Сегодня нас с вами ждет непростой, но, как всегда, интересный урок. Почему непростой? Да потому что изучать мы с вами будем радиально-симметричных многоклеточных животных, единственной полостью тела которых является кишечная. Уже название это сложно звучит, но почему интересный? Потому что информацию по теме урока я расскажу вам увлекательно и, как всегда, надеюсь, доступно. Ну, во-первых, давайте все-таки упростим название животных, которых мы будем изучать. Для них есть более короткое определение – кишечно-полосные, именно потому что у них только одна полость – кишечная. Почти все они в жизненном цикле имеют две стадии – бесполую, полип и половую, медуза. Исключение составляют только некоторые пресноводные полипы, а также кораллы, возможно, те, что Карл у Клары украл. Карл украл Клары, 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 в общем, украл. Ну нормально же было. Какие же еще особенности у этой группы многоклеточных беспозвоночных животных? Во-первых, по большей части это морские обитатели. Кто, кто проживает на дне океана – кишечно-полосные. Во-вторых, они хищники. О, да, суровые морские обитатели. Они поедают более мелкие организмы, ну, что поделаешь, природа такова. У каждого свой рацион, в то время как гидра может отобедать или отужинать рачками, инфузориями и так далее, медуза в меню помимо рачков может включить еще и мелкую рыбешку, а также икру. Икру? Губа не дура, хотя есть ли вообще губы-то у них? Давайте разберемся в их строении. Для кишечно-полосных характерна лучевая симметрия. Что это такое? Говоря проще, если их разрезать в разных плоскостях, то получатся две половины зеркально отражающие друг друга. Разрезать мы, конечно, не будем, я же сказал, если. Далее. У кишечно-полосных имеется устечное отверстие, рот окруженный кольцом щупалец, как у инопланетных монстров из кино. Через это отверстие, ну, собственно, рот животное захватывает и получает пищу, но это еще не все. Оно и остатки непереваренных веществ через него же и выводит. Итак, мы уже сказали, что рот окружен щупальцами, и это еще одна особенность строения кишечно-полосных. Щупальца у них непростые, не только хватать могут. Через щупальца жертве вводится парализующий яд. Иногда они же окутывают будущий обед клейками нитями, а затем проталкивают его дальше. Куда? В пищеварительную полость. Она расположена сразу после устечного отверстия. Ее функции, я думаю, объяснять не нужно. Конечно же, она переваривает пищу и обеспечивает циркуляцию веществ. Правда, есть интересный момент, не только в полости эти животные могут пищу переваривать, ведь для них характерно еще и внутриклеточное пищеварение. И еще об одной особенности строения этих животных я хочу рассказать. Знаете, чего у них нет? Специальных органов дыхания. Но дышать-то им все-таки нужно, пусть и под водой. Как же решается этот вопрос? Природа позаботилась об этом. Кишечнополостные дышат всей поверхностью тела, поглощая растворенный в воде кислород. В зависимости от типа существования или, говоря по-нашему, образа жизни, они бывают неподвижными полипами или подвижными медузами. Вот когда вы к креслу прикрепляетесь и неподвижно сидите перед экраном монитора часами, вы как полип. Будьте как медузы, двигайтесь. Что любопытно, некоторые полипы все-таки иногда могут передвигаться медленно, очень-очень-очень-очень медленно. Чтобы вы поняли, насколько медленно, поясню. За всю жизнь они могут переместиться на один метр. Не километр, именно метр. Даже я за время нашего урока преодолеваю гораздо большее расстояние. Сидя. Условные детки вместе с родителями образуют колонию с общей гастрольной полостью, гастрольной полостью той же. Я давно не был на гастролях. Полипы могут размножаться почкованием, когда дочерние особи образуются из выростов тела материнского организма. При этом нередко эти особи не отделяются от своих родителей. У нас, у людей тоже так бывает, живут с родителями, удобно же. В случае с полипами иногда условные детки вместе с родителями образуют колонию с общей гастральной полостью той, где пищеварение идет. Медузы – это половое поколение, которое образуется при бесполом размножении полипов. Медузы свободно передвигаются в толще воды. Более подробно о том, как медузы в полипы превращаются, а полипы в медузы, вы узнаете на нашем сайте, там достаточно дополнительной информации по теме урока. В рамки видеоурока я бы все вместить точно не смог, зато могу рассказать про классы кишечно-полосных. Готовьтесь запоминать. Класс первый – гидроидные, те, у кого в жизненном цикле доминирует полип. Класс второй – сцифоидные медузы, у этих организмов доминирует крупная медуза. И третий класс – коралловые полипы, стадия медузы у них отсутствует. Давайте я о каком-нибудь представителе кишечно-полосных подробнее расскажу. Тянет, тянет меня делиться информацией. Тем более, что я уже выбрал, о ком именно пойдет речь. Итак, рассмотрим строение пресноводного полипа гидры. Не слышали ранее о таком? Зато теперь кое-что узнаете. Сам по себе наш пресноводный герой небольшой и достигает в длину одного сантиметра. Полип гидры предпочитает водоемы со стоячей водой или очень слабым течением, наверное, любит спокойствие и тишину. А если серьезно, то он элементарно не может надежно закрепиться на дне водоема или подводных растениях, течением его просто снесет, поэтому выбирает тихие места обитания. Зато есть у гидры и сильная страна, она имеет высокую способность к регенерации. Представляете, если ее разрезать поперек на множество кусочков, из каждого такого кусочка сформируется целый полип. А теперь попробуйте вспомнить, где еще название гидра упоминается? В мифологии греческой. И там это змееподобное чудовище с несколькими головами. Вместо одной отрубленной головы у нее вырастают новые три. Интересная аналогия прослеживается, правда, в мифологии тоже регенерации места нашлось. Но мифы мифами, а почему же в реальности у этого маленького полипа способности такие? Причина в наличии промежуточных клеток, которые при любом повреждении начинают быстро делиться и формируют остальные типы клеток. Чудесные свойства. Так, про кого еще хотите узнать? Про медузу? Ну, это вам на сайте нужно будет почитать. В двух словах о медузе не расскажешь. Может быть немного о кораллах? Вот каждый раз произношу это слово и тянет меня ту самую знаменитую скороговорку проговорить. Эх, Карл, Карл, зачем же ты кораллы украл? Они как-никак имеют огромное значение, так как благодаря им образуются известковые горные породы и появляются целые острова. Они такие важные и такие привередливые. Нужно, чтобы вода имела достаточную степень солености, чтобы ее температура была не ниже плюс 20 градусов по Цельсию, ну и другие климатические требования у кораллов есть. Прямо как гастрольный райдер у звезд шоу-бизнеса. У кораллов имеется внешний известковый скелет, и они способны образовывать природные конструкции вроде рифов и даже островов. Как вариант, коралловые постройки появляются в результате отмирания нижних частей колонии, поверх которых развиваются молодые ветви кораллов. И последнее на сегодня, поделюсь одним определением. Про острова из кораллов я только что говорил, а как они называются не сказал. Запоминайте. Атолл. Да, атолл – это кольцо кораллов, выступающее из моря на небольшую высоту над водой, это коралловый остров либо архипелаг, имеющий вид сплошного или разорванного кольца, окружающего лагуну. Вот собственно и все, думаю, для этого урока достаточно. Теперь переваривайте полученную информацию. Обратите внимание, где что-то недопоняли, перемотайте видео назад и посмотрите эпизод еще разочек. И, конечно же, не забывайте читать более развернутую версию этого урока на сайте, так вы узнаете еще гораздо больше. А мы хотим знать, что наше видео вам нравится, поэтому ставьте лайки и пишите комментарии. Был рад встрече и буду ждать новой. Пока. А мы хотим знать ваши, а мы хотим, а мы хотим знать, что там хотим? А мы хотим знать более подробно о том, как медузы и полипы превращаются в полипы, в медузы, а полипы в медузы. Там достаточно дополнительной информации по теме урока, по теме, в общем, урока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok